Агрокурьер Под крылом вертолета о чем-то поет золотистое море степи. И поет оно о главном событии. В большой глушице созрел хлеб. За бортом безграничное полотно. Шедевр, исполненный кистью природы и человека. Смотришь на него с высоты птичьего полета и проникаешься щемящим чувством радости. Зрелище поистине завораживает. Комбайны убирают, большегрузы вывозят, тракторы метают стога. Работа кипит, сельчане скромно выполняют свою священную миссию. Во всей этой, казалось бы, привычной полевой церемонии проглядывается бодрость и размашистая старательность. Урожай-то нынче большой. На полях озимой пшеницы в сельхозпредприятии «Волгарь» специалисты фиксируют 50 сантиметров с гектара. Чего греха таять. В этой зоне таких показателей не видали давно. Можно сказать так, что решили технологии. Был применен полностью комплекс минеральных удобрений. Осенью при посеве было внесено 80 килограмм удобрений амофоса. А весной мы проводили подкормку аммиачный селитр. Центр вносили на гектар. В этом, конечно, роль большую сыграла. Сыграла роль в том, что сейчас мы находимся на поле. Здесь посеян сорт озимой пшеницы «Скипетр». Сорт высококустистый, высокоурожайный. На данном поле здесь около 50 сантиметров с гектара дают. Хотя полностью потенциал элитного сорта не раскрылся, сетуют аграрии. Засушливая весна помешала поставить рекорд. Если бы в мае «Скипетр» увидел добротный дождь, сейчас бы убирали по 7 тонн. Кстати, севернее, в Кенельском районе, на отдельных участках удалось-таки получить именно такую идеальную урожайность. Южане завидовать не склонны. Они возьмут массой. В Большегушевском районе засеяно 32 тысячи гектаров озимых. Почти 50 тысяч отвели под яровые зерновые и зернобобовые культуры. Поставленные областным правительством Планка намолотить в этом году 115 тысяч тонн зерна. Район на сегодняшний день у нас убрал 25 тысяч гектаров озимых из 32 тысяч. Еще буквально 5-6 дней мы при хорошем погодных условиях закончим. Урожайность складывается 23,5 центра. Ну, остались, можно сказать, самые лучшие поля. Думаю, что увеличение в любом случае будет по зимным культурам. Надеемся, что те доведенные задания, которые нам довело министерство, и уверены в этом, они будут выполнены и при хороших результатах и хороших качествах. Качественные характеристики безупречны. Все зерно идет с высокой натурой и клейковиной. Полевую продукцию прямиком доставляют на ТОКА, где ее ждет сушка и подработка. В этом году хозяйство района увеличили объемы хранилищ на 30%. На трех предприятиях заработали мощные семиочистительные комплексы. Принимать большой хлеб им предстоит не только с озимых. Яровые, вопреки погоде, стоят с налитым тучным колосом. Удачный результат эксперимента, говорят сельчане. Их сеяли по специальной влагосберегающей технологии. Волгар испытывает конкретно новую сейлку рогера, которую применили. Мы видим даже по озимам и по яровым, мы видим какой результат. То, что здесь результат по сравнению с другими севами этой же культуры, не сейлка рогера, результат совсем другой. Не просто большой, неожиданно большой урожай хлеба получают хлеборобы из соседнего Алексеевского района. Хотя в последнее время, по показателям урожайности, он находился в аутсайдерах. Много брошенных земель, плюс самые, что ни на есть, условия рискованного земледелия. Суровая степь с палящей жарой. В лучшие годы тут удавалось в среднем собрать с гектара 17 центнеров озимых. Первые намолоты из-за меры этого сезона местные специалисты называют нонсенсом. Пшеница дает за 25 центнеров, а в некоторых хозяйствах показывает настоящие рекорды. Пшеница на соседнем поле под 40 дала, около 40. Сейчас рожь здесь дает 46-45 где-то центнеров с гектара. Сейчас наблюдаем просто высокую полеглость стеблей. Почему так произошло? Ну, потому что высокое. Ветер, был ветер и положило. Это бывает. Ну, ничего, они работают со стеблеподъемниками, поднимают и все нормально идет. Однако рекорды с неба не взялись. Стали более организованно подходить к делу, раскрывают причины сельчане. Качественная подготовка полей, проведенный в оптимальные сроки сам сев и защита от вредителей и болезней. И самый значимый тренд. Все больше сеют продуктивные семена и не скупятся на удобрения. Вот урожай и выстрелил. И хорошие пары, и хорошими семенами посеянные первые, вторые райопиадоксы. Поэтому, я думаю, что по этому году урожай получили мы из-за того, что большие усилия приложили в таком стиле, в смысле агротехники. Механизаторы и водители все относятся добросовестно, с пониманием. Где-то приходится, может быть, задержаться в поле, не бросить там раньше времени, убрать до дождя, чтобы засыпать. Ну, с кадрами у нас проблемы, конечно, есть, может, нехватка, может, была вторая смена. Ну, сейчас, на данный момент, люди работают ответственно. Ответственно на жатве трудятся и в Пестравском районе. Фермер Василий Фокин на днях приступил к уборке гороха. Признается, бобовая культура не может порадовать хорошей урожайностью уже пятый год подряд. Хотя и сеет суперэлиту по чистым парам, и все необходимые технологии соблюдает. Видимо, после засухи 2009 и 2010 годов почва до сих пор не накопила влаги. У самариуса, именно у этого сорта, должна быть идеальная круглая форма. То есть, когда со всеми... и размер должен, величина покрупнее должен быть. А тут, ну, как бы, эллипс получается. Это тоже явный признак недостатка влаги. Зато горох, вкупе с многолетним бобовым эспарцетом, делают в хозяйстве более важную миссию. После них прекрасно созревает озимая пшеница. Отдельные поля суперэлитного сорта в этом сезоне дали по 50 сантиметров с гектара. Рекордный урожай по всему району. И это без применения минеральных удобрений. Агротехническая фишка Фокина – работа с седеральными парами. Экономно и экологично химия используется только при протравливании семян. 4,865 гектар. Одного эспарцета – 861 гектар. Вот это... Экспарцет мы тоже как бы отращиваем. Какие-то года скашиваем, какие-то оставляем. Отрастает и отмирает, остается в поле. Восстанавливается земля не на один год, как удобрение. На одном поле, на самом первом, когда мы эксперимент провели. Уже лет 8 глинистый плохой участок дает так же, как основной участок. Склонная земля. Выровняли. Сейчас он ровно дает. Высокие цифры аграриям только на руку. Чем выше показатели зерновых, тем больше будет размер несвязанной господдержки. Но итоги подводить еще рано. Впереди уборка яровых. Все самое сложное позади. Сергиевская птицефабрика прошла так называемый нулевой цикл. Завершена инженерная подготовка территории, проложены подземные коммуникации и подъездные пути. Первый пункт или родительский дом комплекса – инкубатор. Уже начатые работы по монтажу каркасов и перекрытий. Ежегодно через тепло здешнего очага будет выходить на свет 47 миллионов птенцов. Еще за год до сдачи объекта технологию выращивания в инкубатории изменили. Самое основное, я считаю, что сделано, это заложенный проект на самом начале, это в инкубаторе. Там есть такая технология, где птенец будет не сразу после инкубатора поступать на откорм, а 4 дня будет первый жить на инкубаторе. Таким образом мы сможем снизить, как пойдешь в первые дни жизни птенцов, ну то есть, понимаете, практически 10% жизни птицы будет проходить в инкубаторе. Сюда уже такие подрочные птенцы будут поступать. Более впечатляющая картина – сами птичники. На каждой из шести откормочных площадок будет по 18 капитальных модулей. Здесь уже начали возводить стены и крыши. В целях санитарной безопасности все площадки удалены друг от друга на необходимое расстояние. Последнее звено, или сердце комплекса – убойный завод. Еще полгода назад тут только разведывали местность. Снято 190 тысяч кубометров грунта, залит бетон и поставлено почти 400 колонн. В ближайшее время начнут устанавливать каркас. В связи с тем, что в проект были внесены серьезные изменения, и планируется это еще откормочные площадки в других районах делать, все мы об этом слышали, это Кротовка, Побелка, были увеличены мощности как убойного завода, так еще и было принято решение построить цех глубокой переработки. Тоже считаю, что очень правильно. Мы сможем расширить ассортимент выпускаемой продукции. То есть сейчас уже тоже так же заложен нулевой цикл, идет уже каркас строиться. Это цех глубокой переработки на 30 тонн готовой продукции в сутки. Соседний Кенель-Черкасский район, в селе Кабановка, в активной фазе строительства так называемой кухни для будущих бройлеров. Десятки селосов элеватора по проекту способны разместить 77 тысяч тонн полевой продукции. Рассчитывают в основном на сырье от самарских сельхозпроизводителей. Рядом вырастет комбикормовый завод мощностью 30 тонн готовой продукции в час. Кстати, все производители оборудования отечественные, по качеству ничем не уступающие лучшим мировым брендам. Учитывали при подборе оборудования еще тот фактор, что в понятии надежность большую часть занимает понятие ремонтопригодности. То есть вопросы обслуживания, сервисного содержания оборудования, в принципе, решены уже сейчас на стадии монтажа. В монтажной бригаде сумели вкрапить местное население, то есть наиболее активную часть местных ребят, которые чего-то в этой жизни хотят. И поэтому одновременно с монтажом оборудования у нас сейчас и готовятся кадры. Изюминка завода – производство полножирной сои. Включение в меню этой богатой белком культуры позволит при тех же затратах дополнительно получать по 150 граммов привеса на каждом бройлере. Уже просчитали. В течение года на всю птичью армию понадобится 140 тысяч тонн зерновых. В планах предприятия хоть и стоит обработка сельхозугодия и выращивание собственных кормов, но покрыть такие нужды самим не под силу. На помощь могут прийти местные аграрии. Руководство комплекса уже сейчас готово подписать соглашение о поставках необходимого сырья. Цивилизованный бизнес-подход под модным термином – аграрный аутсорсинг. Работаем мы в тесном контакте как с Министерством сельского хозяйства, с местными администрациями. Мало того, что прорабатываемый вопрос о том, что цех полножирной сои работал исключительно на сырье производства Самарской области. Потому что в Самарской области существует культура выращивания сои. Для того, чтобы не тащить ее с Южной Америки, для того, чтобы не биться против ГМО, технологии завода рассчитаны на потребление местного сырья в максимальной степени. Сейчас на всех подразделениях трудится более ста человек – все местные жители. И недавно же приступили к сбору банка данных для набора будущих сотрудников птицефабрики. Требуются как узкие специалисты, так и разнорабочие. Уже ведется работа по лицензированию образовательных программ профобучения по актуальным профессиям. Операторы и инженеры инкубаторских и убойных цехов, обвальщик и сортировщик тушек птицы, а также изготовитель полуфабрикатов. Общий штат комплекса составит 800 человек. Кадровый вопрос надеется решить уже к концу этого года, ведь уже в следующем сергиевская птицефабрика должна заработать. Продолжение следует...